Собраться, на часах 6.39, 2 мая, всех с праздником православных. И снова, как вы уже поняли по заголовку, бегом на выезд в Тулу, часть 2, парни в этот раз решили не просто добежать до славного флота героя, они решили сделать небольшой триатлон. Это сначала проплыть, потом проехать на великах и, соответственно, уже потом добежать. Это эксклюзивная тема, никто еще это точно не делал из фанатья, оборачиваться назад, вспомнить год назад мы стали ровно так же у этого памятника с парнями. Была зима, снег, в итоге матча вообще не было в Туле, но парни решили не отказываться от своих планов и в итоге побежали до Тулы. Вы выпуск видели, еще раз можете посмотреть, это сейчас будет всплывающая подсказка. В этот раз такая вот история, не знаю, что зато получится, мы уверены в парнях, поэтому с вас максимальная поддержка, сразу ставим лайк, подписывайся на канал, кто этого еще не сделал и, соответственно, внизу, в описании под этим выпуском будут все соцсети ребят. Поэтому, братья, ну что, пацанам респект и уважуха, парням из Crazy North, соответственно, также респект и уважуха, потому что они максимально в эту тему включились, поддерживают парней и, соответственно, мы, так скажем, на подхвате. Ну что, дневник фанатов, мы начинаем выезд в Тулу, начинается с воскресенья, матч понедельник. Парням удачи, мы сейчас вам все покажем, как они начинают плыть, как начинают ехать на великах и как они будут дальше по маршруту следовать. Дневник фанатов, Crazy North мы начинаем. И вот тут чисто проплываю. Короче, парни, первый пункт, пункт отправления. Леха, Серега, все помните их по тому выпуску, как я уже сказал. Парни, в этот раз что-то такое, да, триатлонное. В этот раз все серьезнее. Шар вперед, да, делает. Май месяц, ну, не такой теплый, водичка прохладная. Вообще, объясните, сейчас, наверное, будут многие задавать вопросы по ходу этого выпуска, почему там Аку не переплыли, да, то есть, как бы было бы интереснее. Тема триатлона вообще, в чем она заключается? Ну, это соревнование, которое как Тройбори называется, да, то есть, у тебя сначала вода, потом вел и потом бег. Ну, АК у нас получается на середине маршрута до Тулы, и то есть, ну, грубо говоря, проплыть, проехать, проплыть, проехать, ну, это не Камильфо получается, то есть, ну, это уже больше какой-то там дуатлон, наверное, получается, или что-то еще. А мы хотели сделать именно в формате триатлона. Ну, мы рассчитываем проплыть, так как вода немного холодная, так скажем, да, то есть, ну, не немного, а холодная прямо, вот, придется немножко дистанцию сократить, проплывем, наверное, ориентировочно, метров, наверное, 500. Слушайте, ну, сейчас время 7.22, грубо говоря, там, через три минуты вы стартанете, планируете, дай бог, все будет хорошо, а в какое время прибыть в Тулу? Ну, в 15-16 нам нужно где-то, ну, в 15, я думаю, да, в районе 11, где-то, да, до 15 финишера. Ну, короче, я сейчас на секундомере засекаю время, ради интереса проверим, вечером мы вас третьим в Туле, прибежите. Ну, что, парни, желаю вам удачи, все, кто сейчас смотрит этот выпуск, также пожелайте парням удачи, как я уже сказал, все ссылки на парней оставим в комментариях. Поддержите эту тему, потому что, реально, тема уникальная, впервые, я так понимаю, в фанатской среде, такое троеборье, да, с выездом. Вчера писали, нам это войдет в историю. Ну, что, давайте там начинаем эту историю, ставлюсь в секундомер. Ну, что, мужики, давайте, удачи вам, запускаем время. Что, готовы? Раз, два, три, погнали, пацаны, удачи вам. Время пошло. Что, первый этап, парни, преодолели? Так, нормально? Отлично, кстати, вода я думаю. Леха, вот, Леха, китик, китом просто, на берег. Ясь котик, черноморский. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что, братва, парни добежали? Мужики, пока такая примежуточная атлетка, которая перед финишком. Это отель SK Royale, где находится наша команда, потому что парни из пресс-службы поделили небольшой подарок вместе с нашей командой. Для вас вы сейчас о нем узнаете. Ну, давайте, в двух словах, пока еще до финиша не набежали, такой быстрый флэш. Как дорога, как температура, как по здоровью дела. Погода Спартаковская, горки злые, ну, все отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как обсов подготовить, кстати? Есть, ты за сколько 250 километров подбежал? Машинирует. Ладно, ребят, чего? Мы тоже подарочек подготовили. Команды подписали. А ты встали. Готовятся, да, мы как самые свежие тоже. Души, главное. И побилете куда-то ждем. Спасибо. Все вместе. Нам бегать не надо. Плавать тоже не надо. Попутно открываю секундомер. На часах 15 часов 25 минут. 20 минут. Парни, ну, что? Парни, ну, что? Парни, ну, что? Парни, ну, что-то читаем. Парни. Парни, ну, что-то читаем. 15, 25, 33, 36, пацаны. 15, 25, 35, 36. Ну, 15, 25, 33, 36. Слушай, ну, время с командой там, понятно. Фух, но все же, все же. Жму вам пятака. Заражаем вам огромный респект, мужики. Спасибо. Что случилось с колесами на велосипеде? Слушай, ну, это на самом деле стандартно. Тем более, вот у них колеса разрывает. Стружка летит, вот эта металлическая от них, а колеса... А у вас почему-то тоненькие колесико... Да, да, не сильно, а качественные по давлению, то есть легкие там... Ну, это на самом деле обычная тема. То есть мы, да, мы с тобой готовы были и... Парни, в этот раз без флага, как в том году. Да, к сожалению, да. Но, но с футболками от команды, в любом случае, эта тема заслужимая. Поэтому, ребят, все, кто посмотрел этот выпуск, ну, еще сейчас жмем на паузу, ставим ребятам лайки. Жмите бег, маму и спартаку. Да, либо с нами Бог и московский спартак. Проходишь сегодня такой праздник? Раз, два, три. Ну, что, братцы, мы уже на стадионе, как бы снимать было сегодня в день матча, собственно, нечего. Поэтому, как бы, все отдыхали, кушали после ночи. Все восстанавливали силы для того, чтобы сегодня на трибуну и побежать в нашу команду. За моей спиной наша весной трибуна. Ребята приготовили небольшой перформанс, который гласит, вот это наш футбол. На нем будет изображен телевизор, и в этом телевизоре будет наша трибуна, которая будет шизить. Тем самым мы говорим то, что наш футбол, это футбол с молельчиками, футбол с эмоциями, футбол с флагами. В общем, фанат – это душа стадиона. Погода немножко что-то подкачивает, но в моем случае это спартаковская погода. Надеемся на победу. О чем вообще говорить? Начинаем. Дневник, правда, погнали. Очень забавная тема возле фанатского сектора. Тулы. Собственно, сразу находятся наши ребята, которые покупали билеты просто на эту трибуну. Сейчас был небольшой какой-то конфликт, но, в общем, все по классике. Очень напоминает матч с Черкизовым, когда, в принципе, вы помните, что было. Небольшая драка завязалась. Но это все то, что с вами. Никаких стюардов вообще никого. Просто наши стоят. Рядом Тулыгей и маленький заборчик. Понаблюдаем. 1-0, брат, два, Спартак забил. Если я не ошибаюсь, это взял Александру Соболю. 1-0, еб ты, начинается самое веселое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы мясо всех сильней! Вы мясо всех сильней! Паспорт и солдат! Второй камень начался, значит, трибуна дымела, наверное, минут десять. В основном, кем уже соскучились по... Что-то говорить, соскучились по таким домовым завесам на стадионах. Очень трудно. Фуле вообще такой дух. Сегодня дух такой старой школы, я что-то не знаю. Полный городоз. Все шизят, все кипят. Трибуна гонит команды вперед. Куча краснопелых. Какие-то постоянные стычки на стадионе. И, в общем, это есть настоящий футбол. Пока счет 1 на 1, 60-ая минута. Мы надеемся, что все в этом духе будет продолжаться. Спардак все-таки зовет на рок-гол. Потому что Спардак опять атакует. Постоянно атакует. И ух ты! Ух ты! Вот практически забили. Кин, ёпта, как я и говорил! Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Яende 언제 будем делать. О-о-о-у-у-у. Дааааа! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok